Продолжение следует... Мы говорим о безопасности и здесь, наверное, простой вопрос. Вопрос выбора. Борис, почему ВК Клауд? День добрый. Ну, смотрите, я, наверное, начну чуть издалека, из таких не очень приятных примеров из практики, как мы смотрели и выбирали вообще облака. То есть в одном ЦОДе, куда нас в том числе позвали на экскурсию, красиво, чисто, просто на каждом сервере ярлычок с надписью компании, айпишником и админским логином и учеткой. Фотографировать не хочу. В другом случае, когда мы, собственно, находились во внешнем ЦОДе, произошел пожар и выяснилось, что и резервные копии, и все наши тестовые рабочие среды, на самом деле, все находятся в одном ЦОДе. Несмотря на то, что у провайдера ЦОДов несколько, и мы несколько дней стояли. Вот, наверное, с точки зрения такой вот базовой безопасности, вот с ВК таких проблем быть не должно. Во всяком случае, мы в это очень сильно верим. С точки зрения информационной безопасности, когда мы смотрели, ну, не знаю, тут такой интересный вопрос, что каким бы защищенным ни была платформа облака, если ты базу с персональными данными выложил с доступом из интернета и без нормального верификации фаервола, то у тебя клиентские данные утекут. Если ты выложил портал e-com, который мы планируем в этом году запустить, и находимся на финальной линии, на финальной прямой с дырами в коде, то его взломают, и тебя никакая платформа не спасет. Наверное, очень важный момент, то, что ВК полностью соответствует федеральному закону о персональных данных. Вот это для нас было критическим критерием, и коллеги вот тут уже на сессии рассказывали, потому что хранить персональные данные нужно так, чтобы было спокойно, и ВК вот в этом плане нас обеспечит и поддержит. Ну и, конечно, большой инструментарий. То есть вот этот гигантский выбор инструментов, как бы работали с иностранными облаками, да по большому счету вот именно с точки зрения настройки, виртуализации, управления не уступают коллеги. Вот, это тоже, наверное, был очень важным опытом. Ну и как уже про Автоваз рассказали, Private Cloud тоже большое конкурентное преимущество, то, что коллеги пошли навстречу, выполнили все настройки, и это действительно работает. Слушай, ну, по поводу вот того вот сада, где висели бирки с названиями компаниями, айпишниками и логинами, остается только надеяться, чтобы там логин не соответствовал паролю. Вот, ну, продолжаем. Значит, подскажи по твоей оценке вообще по мироощущению, насколько сейчас растет спрос на облака, и какие у этого перспективы? Ну, как бы, наверное, за всех сказать сложно, могу сказать за нашу достаточно крупную группу компаний. Фактически, облака — это без альтернативы сейчас в России в связи с известными событиями. Ну, просто как пример, мы там, ZIP для серверов ждали, по-моему, около шести месяцев. Ну, говорить о какой-то оперативной и вот быстрой, так сказать, айтишном развитии, когда мы за каждой железкой ждем месяцами, ну, это, наверное, тупик. А то, что дает облака, ну, это возможность просто по щелчку развернуть, нарастить мощности, развернуть новые виртуалки. С учетом, как бы, направления E-ком, ну, интернет-каналы, которые толстые, которые гарантируют, что тот трафик, который мы ожидаем, что к нам придет, они выдержат. С точки зрения BI-систем, добавили данные, добавили нагрузку, добавили пользователей. Буквально в течение считанных часов у тебя расширены мощности, увеличено, и ты уже, как бы, полноценно закрываешь тебе потребности с производительностью, которые возникают. То есть, единственное, что, конечно, чуть-чуть волнует, чтобы облачные провайдеры не столкнулись вот с той проблемой поставки железа, с которой сталкиваемся, а мы, ну, как бы, находясь, ну, наверное, на нашем уровне, чтобы не возникло вот этого, а вот больше нет мощностей. Как видишь, работаем. Коллеги, ну, переходим плавненько к тезисам, наверное, ближе про совсем безопасность. И хочется поговорить о таких аспектах, как безопасность разработки. Один из самых важных моментов. Как бы, да, в текущих реалиях для всех ландшафт изменился, изменились угрозы. Ну, Дим, слово тебе. Начинай. Да, всем здравствуйте. Ну, безусловно, это важно. Каждый раз, когда мы говорим о каком-то приложении, которое нужно портировать в облако, на самом деле и вон прем неважно, оно всегда исторически развивается. Мы говорим о том, о насколько защищено это приложение. И здесь сами практики имеют свою специфику клаудные, но принципиально думать об этом нужно. Нужно на самых ранних этапах. И реализовывать практики безопасной разработки безопасного деплоя, безопасных инструментов, используемых при разработке и при деплое вашего приложения, безусловно, как бы нужно. И чем гибче здесь провайдер, тем проще поддерживать в том числе безопасность. Тем для вас становится это прозрачнее. Ну, и основной, наверное, залог хорошего, без проблемного существования в облаке – это то приложение, которое вы туда деплоите. Не забывать про безопасную часть разработки здесь ни в коем случае нельзя. использование и инструментов для проверки и так далее. Мы можем говорить, наверное, про разные аспекты и добежим, наверное, от самого начала до конца. Не буду все время захватывать. Денис, есть добавить в данной дискуссии? Я бы, наверное, вернулся к вопросу на шаг назад. Просто поскольку мы не вендоры облачных платформ, но вендоры с средств защиты, мы тоже видим такую динамику рынка, и она достаточно для нас любопытная. И вот когда обсеком занялся, application security, я там читал всякие отчеты Гартнера, Форестера, там прочих вот этих ребят EDC. И по всем этим цифрам рынок DFC-Cops всегда был больше, чем рынок WAF, рынок runtime-защиты во всем мире. Ну, потому что это логично, вендоров много. Каждый из них покупает эти процессы и инструменты безопасной разработки. А в России было всегда наоборот. У меня есть и firewall, и анализ кода. Я смотрел всегда на результаты наших продаж, и всегда вопросы возникали. А почему у нас WAF, не знаю, в пять раз больше, чем application inspector, например? В прошлом году, поскольку многие вендоры ушли с российского рынка, и клиентов образовалась ниша, многие пошли новый софт писать, разрабатывать. И это явилось хорошим драйвером для развития облаков. Потому что, ну, мне сложно представить, как новый продукт писательный, сразу там на своем стационарном железе. Ты не знаешь ни нагрузку, ничего-ничего, а облако — это как бы эластичность, да, это удобно. И плюс накладывается эта история с недоступностью железа. То есть все звезды встали к тому, что в России резкий скачок спроса на облака произошел. И мы на себе почувствовали и резкий скачок спроса на DFC-Cops. Потому что вот у нас в прошлом году, конечно, не подравнялось, но уже пропорция там не пять к одному, а там три к двум или три к полтора, ну, то есть как-то так. И оно потихонечку, динамика идет вперед. Что в этом хорошего? То есть я когда на это смотрю, я думаю, вот, в принципе, многие софты, которые у нас в России работают, он делался очень давно без учета безопасности. Сейчас все, что делают с чистого листа, часто уже сразу как бы смотрят через призму безопасности. Потому что последние полтора года мы жили в режиме, когда, ну, в принципе, атаковали все, так по чуть-чуть. Кого-то сильнее, кого-то слабее. И поэтому, как бы, если раньше приходишь к стартапу и говоришь, ребят, ну, давайте вы сразу будете безопасность делать. Они говорят, у нас 100-500 причин, почему мы не взлетим. Безопасность прям вообще не первая. А сейчас они говорят, ну, в принципе, да, если у нас там сразу все утечет, то можно и не начинать. Вот, поэтому давайте сначала безопасность, потом уже пойдем смотреть. В этом смысле прям хороший тренд. Ну, а вот то, что Дмитрий говорил про безопасную разработку, не знаю, будем заныривать глубже, можем там на вопросы поотвечать, либо можно тоже там порассказывать, как лучше. Слушай, ну, я для начала хочу поддержать тезис, который ты сказал, вот, компания сначала не обращает внимания на безопасность, а потом приходит к выводу, что, на самом деле, если данные утекли, уже, как бы, можно и не продолжать. Вот здесь из опыта пресейловых встреч, когда часто общаемся с клиентами, когда там спрашивают, выбирают. Наверное, один из там часто самых задаваемых вопросов тоже про подход безопасности. Ну, говоря за наш андерлей, самый главный тезис здесь – это то, что безопасность – это не злой какой-то полицейский, который там просто так выбегает и бьет по рукам дубинкой, а безопасность – это инвестиция. Она долгоиграющая, нужна определенная математика, чтобы ее, конечно, посчитать внутри, но, тем не менее, безопасность – это часть команды, часть корабля, часть непрерывного процесса. Да, приходится очень много общаться внутри, и с бизнесами, и с IT-подразделениями, очевидно. Но самое главное – пытаться чего стоит достичь, наверное, или начать. Давайте попробуем сделать минимальное время в жизни какой-то уязвимости, простые метрики. Продолжая, соответственно, не андерлей, а уже сторона клиентов у нас часто спрашивают, там одни из самых часто задаваемых вопросов – это что могут предложить партнеры там с точки зрения хостовой защиты, там, ну, банально я с чем, как защищать. И еще более интересно – это защита куберов, защита микросервисной нашей архитектуры. Дим, расскажи, пожалуйста. Окей. Ну, здесь, наверное, по названию компании плюс-минус все понятно с точки зрения эндпоинт-защиты. На самом деле, я слышал такое изречение, что, ну, в общем, в облаке-то, может быть, и не нужен антивирус, да, но нужно смотреть на этот продукт уже не как классический, как бы, антивирус, а механизмы детекта и дальнейшего развития и ведения, короче, какой-то проблемы. А если погружаться дальше и смотреть на диплой, на инструментарий, используемый для масштабирования, ну, и Кубер здесь как один из первых, то это решение по контейнерной безопасности, с нашей стороны уже, в принципе, в конце июля решение тоже выходит на рынок, уже можно брать, записываться на тестирование. И интеграция их в облачных средах, конечно же, очень актуальна. Это будет там ответ на вопрос, а сколько еще можно безопасности занести в облако и как быть уверенным в очередном слое, который в облачной платформе присутствует. Наверное, надо модель угроз хотя бы какую-то еще посмотреть и из этого исходить. Да, мы сейчас, наверное, чуть позже проговорим, а то я все время, наверное, по этому поводу могу занять, если мы начнем говорить про модель угроз. Да, это снова опять к приложению, это вот к тем вопросам про то, что безопасность должна быть очень тесно связана с разработкой и сразу задавать вопросы на первых этапах дизайна, а что может пойти не так, какие у нас основные риски и как мы эти риски разделяем между нами, как владельцем какого-то продукта, но я имею в виду с точки зрения заказчика, какого-то приложения и платформой, какие механизмы безопасности отдаются ниже, какие остаются на нашем уровне. Это вот к вопросу о тех базах данных, которые там потекли, потому что ничего по этому поводу не делали. Здесь нужно как бы четко понимать, я отвечаю за это, платформа отвечает за это. Какие инструменты используются на уровне приложения, какие инструменты используются на уровне платформы. Да, а я вот прям в тему безопасной разработки мы как раз на базе ВК с нуля фактически разворачиваем интеграционный шлюз. И вот просто далеко не первое решение, которое мы создаем с нуля. ВК первое. Чем ВК удобен? Тем, что вот эти инструменты, в том числе и безопасности, разграничения прав, DMZ, Firewall, ВК фактически просто есть инструмент, ты их берешь и как конструктор собираешь. И вот гибкость и скорость, с которой ты это делаешь, ну это, конечно, фантастика. Но и ключевое, в любом случае, процессы здесь будут первичные. То есть у нас там отдельная DevOps-команда, которая отвечает за продуктив и разработку до доступа не имеет. Но если ты эти вещи, ты их можешь как отрегулировать, в облаке, так и у себя локально. И наоборот. Если они не отрегулированы, то уже будут проблемы, будут дыры, когда одна и та же команда там имеет доступ к прот и выкатывает непроверенный, невалидированный код. Поэтому вот как-то так. Слушай, ну правильно упоминалось слово дизайн. Почему? Потому что, насколько я знаю, по статистике независимой, ну и в целом она подтверждается там пресейловым общением с клиентами, на входе две трети, примерно там 60-70% людей боятся того, что как раз все это тяжело администрировать по причине того, что все это тяжело разработать архитектуру, тяжело разработать дизайн и тяжело, соответственно, спланировать потом дальнейшие работы по переезду. Ну, собственно говоря, твой кейс развеивает это и с точки зрения, опять же, безопасности, правильно разработанная архитектура решения с учетом ваших требований, вашей модели угроз, как следствие, правильно спланированный переезд является основой, залога непрерывности бизнеса, безопасного функционирования и отсутствия или минимизации вероятности всяческих инцидентов. Я, наверное, отдельно у тебя в конце спрошу, много ли непосредственно у тебя сотрудников занимается инфобизом и много ли при всем при этом у тебя случается инцидентов, насколько это удобно и безопасно. Денис, ну, собственно говоря, тебе слово еще, если можно, про дополнить, что мы обсудили, как первый шаг в облачную безопасность, кубера и докеры, что можете предложить? Ну, как бы у нас в компании так и есть, два направления, одна инфраструктурная безопасность, другая безопасность приложений, и как бы облако тоже можно так рассматривать. Некоторые инфраструктуры переносят в облако, что тоже, в общем-то, особенно когда железа не хватает, а некоторые приложения туда диплоят. У нас, как у компании, есть фреймворк, мы его двигаем, рассказываем про результативную кибербезопасность, про недопустимые события, что защищать нужно именно от них, которые там сформулированы словами и понятно любому, как бы, человеку, там, не знаю. Вот у меня, если личные фотки, как у топ-менеджера утекут, мне это переживательно, и это прям событие уровня компании, потому что если все на них посмотрят, может быть, у нас акции немножко упадут. Но они у нас сегодня, кстати, выросли на 70 рублей. Вот. А вот, например, если какой-нибудь сайт дефейснут, может, это и неплохо, потому что на опровержение мы, в общем-то, ничего не потеряем. И в этом смысле, как бы, безопасность, она раскладывается в какой-то человеческий смысл, в человеческий язык, и за этим уже стоят там какие-то понятные технические средства, которые позволяют защищать. Вот. Для облаков смысла инфраструктуры как бы там базовых подходов стандартно несколько. Там первый, и который облако неплохо помогает решить новичкам, это харденинг, да, то есть когда вы там просто берете железку и выставляете ее в интернет, и ничего не делаете по безопасности, это прям не очень хорошо. Облако, взяв виртуалку, она уже захарднена так, что там нету там торчащих портов наружу, там хорошо посмотрели за тем, как настроено логирование и так далее. Ну, то есть какие-то базовые косметические уровень безопасности, он уже там априори есть, это прям хорошо. Вот. Но как бы если хотите добиться каких-то суперрезультатов, понятно, что там нужно достаточное количество ручек. Вот. И следующий уровень после харденинга, да, это уже там мониторинг, то есть следить за всем, что происходит в этой виртуалке и так далее. И вот в этом плане как бы западные облака, не знаю, там Azure, там AWS и так далее, они там имеют прям разные настройки по уровню логирования, даже разные тарифные планы. Надеюсь, мы к этому тоже когда-то придем. Вот. Потому что, ну, для полноты картины безопасности нужно логировать там все события, которые реально нужны для того, чтобы какое-то событие поймать. А какие-то вообще не нужны, и вот этим нужно заниматься. Но это прям большая сложная работа, это уже там, не знаю, через несколько лет после того, как мы начали безопасностью заниматься. Ну и там вишенка на торте это какой-то превент, когда уже там автоматически это все останавливается и так далее. До этого доживают немногие. А вот с безопасностью приложения тут как бы интересно, потому что получается, что приложения, которые развернуты в облаке, трафик ходит через облако и так далее, вот для этого у нас прям целая линейка продуктов сейчас выходит на рынок. Мы там делаем облачный firewall, который мы интегрируем со всеми клауд-сервис-провайдерами, так, чтобы он по кнопке из личного кабинета работал. Мы делаем платформу DFC-копса, которая может в облаке работать так же, как и он прем, при этом не надо ничего себе разворачивать, менеджет GitLab или что-то в этом роде. И, конечно же, контейнеры. Но с контейнерами самая интересная история, потому что, с одной стороны, это как бы для приложения, а с другой стороны, это часть инфраструктуры. И получается, что в какой-нибудь инфраструктуре могут оказаться контейнеры, и их нужно там заниматься vulnerability, менеджментом и так далее. А иногда в кубернестике крутится приложение, и это нужно для разработчиков, для того, чтобы понять, насколько у них уязвимый код получается и образы. Вот мы в этом плане сделаем решение, которое и для разработчиков, и для инфраструктурщиков одновременно, и для облаков, и для он прем, и мы его тоже выводим на рынок. Вот буквально сейчас пилоты уже идут. То есть мы, в принципе, параллельно делаем такую штуку, потому что видим, что даже у самых-самых наших кроваво-интерпрайзных клиентов 1, 2, 3, 5% инфраструктуры уже оказываются и в облаках, и на контейнерах. И это прям такой тренд, который нам нравится. Мы как модно-молодежные программистские ребята очень хотим, чтобы там все когда-нибудь оказалось. Поэтому решение для облаков мы прям любим, делаем. И у нас там целый портфель, как говорится, фулл-хаус собрали и в обсеке, и в инфраструктуре. Слушай, мне понравился твой тезис про разграничение доступов и матрицу ответственности, в принципе. И это так еще рефреном идет немножко с определенным уровнем паранойи у каждого клиента, он свой, и толерантности какой-то к облакам. Но ВК как платформа здесь может предложить минимум, грубо говоря, бейзлойер. Это просто публичное облако. Хочется чуть больше паранойи есть, хочется чего-то другое. Пускай будут выделены гипера исключительно под вас. Если у вас не хочется ехать в любую версию паблика, но хочется свою облачную платформу, пожалуйста, есть приват. Вся та же самая кодовая база, только на вашей инфре. Есть вариант еще там делать некий гибрид. Борис, слушай, а подскажи, пожалуйста, а вы какой вариант пользуете и куда вообще смотрите расти? Будете ли рассматривать там, я не знаю, приват, гибрид, паблик? Вы как живете в облаке? Слушайте, тут, наверное, ключевая задача какая стоит. Да, наверное, ERP-шную систему там в явном виде выкладывать в паблик и ввести, ну, не имеет смысла. А если мы говорим о портале B2C-шном, E-com-овском, ну, наверное, его в правите держать не имеет смысла, он как раз должен жить в паблике. То есть будем развивать и то, и то направление, потому что у нас есть задачи, в том числе и ERP, мигрировать в облако, потому что текущие мощности либо менять полностью, либо в облако. Ну, и E-com запускать. Слушай, ну, если говорить от такого тезиса, какая задача стоит и как ехать в облака, я отдельно еще коллег сейчас попрошу рассказать какие-то свои там best practice или step-by-step recommendation для того, как ехать правильно в облако. Но, как ни странно, там из опыта, опять же, общения с клиентами типовая история, ну, очень часто на самом деле выглядит так, что пришли клиенты потестировать облако. Что мы будем тестировать в облаке? Ну, давай что-нибудь туда положим, желательно с тестовыми данными. Нам этого мало, можно нам там попросить больше там полутестовых ресурсов? Ну, пожалуйста, вот, тестируйте. Потом там, оказывается, уже девсреда живет полностью и начинается уже там какой-то с гибридного варианта рассмотрения, там, мы полностью переезжаем в облако или нет. Ну, это такой success story, на самом деле, как вариант. И, наверное, он не самый оптимальный с точки зрения именно архитектуры и дизайна, но как best practice вполне себе можно для теста использовать. А вот, Дима, подскажи, пожалуйста, с точки зрения переезда, какие требования там посоветуешь выполнить, особенно с точки зрения контейнеров, там, разработки. Возможно, какие-то есть примеры, наоборот, неудачные, там, атаки, связанные с supply chain или чем-то таким. Ну, здесь прям многогранный вопрос, попробую по кусочкам. да, ну, во-первых, можно приложение сразу ориентировать на облако, на соответствующие API и на масштабируемость. Это, если мы прям с нуля начинаем разрабатывать, то есть у нас куча своих продуктовых сервисов, которые крутятся как на нашей инфраструктуре, так и в облачных инфраструктурах, и здесь вот вот этот вот торг. Наш, не наш, но на самом деле все уже почти сливается к более-менее понятным подходам, когда нужно масштабироваться, в любом случае, если это нагруженное приложение. Если это приложение, которое было когда-то Legacy и решили перевозить, здесь вот прям может быть прям боль-боль, и переезд всегда сопряжен с определенным границей понимания, чего, где, кто за что отвечает, это и классические ИБ-требования, вот здесь должно быть сделано так, здесь прикрыто так, здесь фейерволинг такой, здесь инструментарий такой, сбор логов и все такое, но в общем у нас, например, ребята часто скатываются и к реинженерингу именно под облачное развертывание, вот для таких кейсов, которые там изначально были не под облако, ну то есть начиналось с виртуалок, там туда-сюда, потом давайте масштабироваться хорошо и красиво, вот, соответственно, а чем все это защищать, ну опять же набор идет от он према и развивается выше, дальше уже от тех самых ручек, которые позволяют сделать платформу, чтобы это стало более гибко, это раз, и более прозрачно, это два. Опять возвращаемся и к модели угроз, и к политике безопасности, которая в конкретной компании применяется, потому что в этом случае мы как непосредственно заказчик, ну здесь я говорю от лица компании, которая имеет свое приложение и пытается вывести в облако, мы знаем, чем мы рискуем, и это первый вопрос с точки зрения безопасности, от этого все уже дальше развивается, ну а механизмы, то есть если вы образно виртуалки берете, то вся ответственность выше, а если берете уже там SaaS, то здесь уже смотрите на те механизмы, которые представляет платформа. Понятно, Денис, есть что дополнить? Слушай, ну я вижу, что время у нас уже мало осталось, прям коротко, первая мысль такая, что между публичными и приватными облаками прям есть хорошая разница в пользу публичных, мы вот прям недавно заметили, это доступность, потому что условно вряд ли кто-то захочет городить себе 3D-центра, между ними растягивать кластер кубернетиса и следить за тем, чтобы соответственно все переезжало корректно. Облака это делают классно, и соответственно если ваш сервис должен быть публичным 24 на 7, 5 девяток и все вот это, то сильно проще это делать в публичных облаках, потому что это на себя берет вендор облаков. Вот, если говорить про защиту, ну я не буду повторять все, что Дмитрий говорил, я скорее скажу следующее, что вот мы как компания там себе миссию ставим там просветительскую в каком-то смысле, потому что вот так вот подумать, скилл безопасности и безопасной разработки это прям очень хорошо дополняется в скиллсет разработчика. Вот, не знаю, мы там делаем сейчас продукт НГФВ, когда приходит человек на собеседование, у него спрашивают, давай, как задизайнить отказоустойчиво. И обычно проблем нет, он рассказывает, он говорит, ну да, будет оверхед, архитектура сложнее, тут какие-то ограничения, ну работа. Говорят, давай сделаем априори безопасно. И вот тут обычно такие глаза, типа, ну нельзя защитить на 100%. Вот, а на самом деле такие же паттерны, подходы, как дизайн из разной системы, они есть. И если посмотреть на уровень и количество уязвимостей, которые реально приводят к проблемам, то там 70% проблем, лично по моей аналитике, которую я сам считал, это те, которые в бизнес-логике. То есть это не технические, которые сканеры находят, это не то, что там можно какому-то инструментарию поручить. Нет, это то, что разработчик просто не подумал, что вот эту информацию, через эту можно что-то сделать. И вот сделать так, чтобы разработчики наконец начали об этом думать в позитивном ключе, то есть не потому, что их заставляют, не потому, что в эти два часа, когда они программируют в день, нужно еще и security buggy фиксить, а потому, что это скилл современного мира, потому что сейчас сделать софт априори небезопасный, это очень странно. Это такой софт, который, не знаю, например, нагрузку не держит. Очень похожая история. Вот, поэтому, как бы мы можем делать все эти технические истории, безусловно, они нужны, потому что это минимальный уровень гигиены, но какой-то квантовый скачок произойдет тогда, когда миллион разработчиков России как вот их оценивают, ну, там, смотря сколько уехали, там, от 300 тысяч, на этом, вот, в районе миллиона человек. Если каждый будет думать о том, как сделать софт побезопаснее, это будет прям очень хороший буст. Ну, и, соответственно, у нас там много материалов, обучения и вот этого всего, но все мы в это вкладываемся. Поэтому рекомендую разобраться. Ну, смотрите, да, у нас времени остается не так много, но, тем не менее, слушай, Борис, к тебе еще вопрос про безопасность, который я там немного спойлерил. Слушай, вот, вы большая компания, я, честно скажу, я не знаю, сколько вы там ядер памяти утилизируете на ваши сервисы, но подозреваю, что сервисов там, их немало, и сами по себе они немаленькие. Скажи, пожалуйста, вот, тяжело ли управлять инфобезом в облаке, хотя ты айтишник, вот, много ли у вас было с этим проблем, и были ли какие-то инциденты, связанные с платформой? Так, наверное, поддержу коллег, что ключевые это люди, в любом случае, да, независимо, сколько у тебя настроек, и по мониторингу логов, логированию, и всего остального, если на это некому смотреть, с этим некому работать, то, собственно, грошится на всем этим логом. Про разработку, честно говоря, лучше не скажешь. Да, и ключевые, да, проблемы в бизнес-логике, а не в технике. С точки зрения информационной безопасности, просто до текущего момента, по большому счету, АвтоВАЗ, и мы, как Lada Image, как послепродажное обслуживание, мы не работаем с физиком, мы внутри, мы бизнес, мы бизнес-то бизнес, мы фактически оффлайн. А вот то, что в этом году мы выходим на B2C, на E-Com, а это совсем другое. И здесь как раз вот вопрос по информационной безопасности, все, что я рассказывал, мы только-только начинаем это делать. Как бы платформа у нас готова, и мы вот чуть-чуть задерживаем старт MVP как раз по вопросам безопасности. Здесь мы формируем отдельную команду, которая как раз всем этим будет заниматься. Поэтому пока про статистику, по большому счету, сказать нечего. Я думаю, через год будет уже значительно более развернутый ответ, уже, наверное, может даже с какими-то кейсами. Нет, в общем, тебе как минимум как CloudConf понравился, ты хочешь еще? Да. Смотрите, да. Времени, конечно, еще меньше, но пару слов хочется спросить все же про будущее. Ну, помимо там текущих современных реалий, определенных политических, с точки зрения инфобеза, что может подтолкнуть нас еще или куда мы будем двигаться вместе с партнерами, уважаемыми, с платформой в будущее. Про будущее всегда сложно говорить, но я мечтаю о таком, что, во-первых, станет больше вовлеченности с точки зрения разработки в безопасность, ну, потому что это у меня там профессиональная немножко, да, и действительно люди больше задумываются. Во-вторых, мы дозреваем, и действительно безопасность становится кусочком качества. Все помнят про перформанс, про надежность, и вот здесь безопасность. И это тоже в головах. Ну, и, собственно говоря, мы все объединяемся и становимся более тесным сообществом. Безопасность не убегает. Вот старые парадигмы, когда там есть в компании безопасники и есть айтишники, да, сейчас все перемешивается. И это хорошо, и это правильно, и все чувствуют и плечо, и ответственность с этой точки зрения. Где этого нет, ну, это плохо. Это плохо, и я надеюсь, что в будущем вот этот кусок качества, который там вроде как лежал на тех ребятах из ЭБ, нет, он переезжает в общую ответственность. Вот это моя мечта. Понятно. Do you have a dream? Денис. Ну, если я сейчас вам про мечту расскажу, нет, не буду. Я, как бы, коротко добавлю, тут, в общем, мне кажется, что, ну, как бы, следующий шаг очевидный, он не стратегический, он тактический. Хочется, чтобы в облаках, во всех доступных, да, появились менедж-сервисы, очень удобные, нативно устраиваемые для защиты как инфраструктуры, так и приложения, мы этот путь еще не прошли. То есть, очень многие продукты, они встроены, там, эта вся история ложится на плечи безопасников, они тратят кучу времени и на то, чтобы это настроить, и на то, чтобы за этим следить. Вот то, что Дима говорил. Вот если эти все вещи уйдут в техническую плоскость, автоматизированную, то у них появится время заниматься чем-то интересным, чат-джпти поковырять, там, я не знаю. Ну вот, ну, то есть, посмотреть проактивно на всю историю, как вообще можно дальше стратегически двигаться. И мне кажется, что вот если мы через годик встретимся и узнаем о том, что все эти менедж-сервисы появились как минимум в ВК, но и в остальных облаках тоже, это прям будет очень существенный шаг вперед. Вот, а так, как я и говорил, мне кажется, что все-таки тут должна перераспределиться граница, и как бы разработчики зааунят quality качество и security безопасность на себя, а безопасники будут только интегрально следить за всей этой картинкой, какие-то проактивные и меры предлагать, какие-то стратегические вещи, но не технические, которыми они сейчас заняты очень много времени. Боря, слушай, прям чуть, прям 15 секунд. А я тебе хотел как раз предложить еще, знаешь, как дополнить. У тебя сейчас есть уникальный шанс попросить или предложить какой-то feature-request, по сути дела. Не знаю, по поводу feature-request я вот как раз хочу поддержать и сказать, что, например, уже как бы у нас фактически мечта твоя касательно того, что безопасность становится частью, стала явью. Потому что вот то, что я сказал чуть-чуть о движении, это не вопрос производительности, вопрос готовности решения, это готово, а вот это как раз вопрос информационной безопасности, который наш руковод абсолютно четко понимает и понимает, что бренд LADA в текущей ситуации вывести в интернет и это будет одна из ключевых целей, вот, тут не должно быть возможности, чтобы это вот такая клякса встала. Поэтому это уже становится явью. Может быть, текущие события, но даже в этом чуть-чуть помогают. Понятно. Ну что, коллеги, большое спасибо. Мы потихонечку движемся вперед в следующий блок. Мы свою часть завершаем. Сейчас там коллеги объявят, но в качестве небольшого завершающего слова могу сказать, что приходите к нам, тестируйте нас, как в Саксоситоре происходит переезд с точки зрения IT и B. рассказали, живые кейсы подсказали. Защитить это дело все можно и мы все цело смотрим с оптимизмом наше будущее. Спасибо.